Приветствую! Верховная Рада сегодня проголосовала за законопроект 8371, который с легкой руки СМИ называется Законом о закрытии УПЦ МП Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И сейчас мы с вами разберемся с тем, действительно ли этот закон предусматривает закрытие УПЦ МП, какие еще религиозные организации будут по нему закрыты и какая процедура предусмотрена закрытие этих религиозных организаций. И хочу сразу же сказать, что этот закон на сегодняшний день еще не является законом, по сути, поскольку за него проголосовали только в первом чтении, а соответственно еще должно быть второе чтение и соответственно его еще должен будет подписать президент Украины. Ну а теперь давайте посмотрим текст этого законопроекта. Вот его текст, как мы видим, внес его Кабинет Министров Украины и вносятся изменения этим законопроектом в закон Украины про свободу совести та религийной организации. И вот теперь давайте ознакомимся с тем, а что же они предлагают изменить. Итак, в статью 5 предлагают дополнить словами такого содержания. Не допускается деятельность религийных организаций, які афилийованы с центрами вплыву религийной организации, объеднания, кривный центр управления якої знаходиться за межами Украины в державе, яка здействуя сбройную агрессию проти Украины. Что мы здесь видим? Здесь мы видим, что закон очерчивает круг религиозных организаций. То есть он не говорит о том, что мы запрещаем УПЦ МП. Нет. Мы говорим о том, что в Украине может быть и вернее не допускается деятельность любой религиозной организации, которая управляется по сути либо афилирована с организациями, которые находятся в стране, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины. То есть здесь идет речь не о том, что запретить УПЦ МП. Поскольку если бы написали так, то УПЦ МП завтра же переименовались бы, не знаю, в УПМП либо в УПЦ либо еще в какое-либо другое название и тем самым избежали бы возможности быть запрещенными. А здесь идет речь о том, что суть не в названии и, как мы видим, списка религиозных организаций, которые подлежат запрету, нет. То есть здесь идет вот этот критерий. Ты аффилирован с... Ну мы понимаем, какое государство сейчас осуществляет взбройную агрессию. И если ты аффилирован, все, твоя организация подлежит закрытию. Давайте дальше посмотрим, какая процедура этого. Здесь указано это, вот видите, в статью 16 предлагается изменить, внести изменение такого плана. Вот это предложение почитаем. У выпадках, предбаченных цим законом, деяльность религийной организации может быть припынена у судовому порядку за позовом центрального органа выканавчей влады, що реализує державну политику у сфере религии або прокурора. То есть сам факт принятия закона не говорит о том, что сразу будет запрещена деятельность какой-либо религиозной организации. Запрещать деятельность будет суд. А для того, чтобы суд это сделал, должны в суд обратиться либо вот этот центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии, либо прокурор. Вы, конечно, спросите, а что это за орган? У нас есть ли такой орган? Да, есть. Вот сейчас мы зайдем на сайт этого органа. Он называется Державна служба Украины з этнополітики та свободы совести. И вот здесь мы можем найти информацию, что Державна служба Украины з этнополітики та свободы совести зареєстрована як юридична особа 18.03.2020. Да, тут вообще в 20-му році вона зареєстровано. Именно вот эта госслужба и будет представлять государство, может представлять государство в суде по этому вопросу. Но, естественно, это же еще не все. Кстати, ссылочку на сайт этой организации я оставлю, да, чтобы вы могли зайти, посмотреть и ознакомиться кому интересно. Далее. Естественно, они подают этот иск о запрете деятельности религиозной организации не просто так, а этому предшествует экспертиза. И вот посмотрите, что здесь сказано. Какая экспертиза должна быть? Должна быть проведена религиознавчая экспертиза деятельности религийных организаций, что до выявления подлежности у каноничных и организационных вопросов и с центрами влияния религиозной организации, керевный центр управления якої находится за межами Украины в стране, которая совершает збройную агрессию против Украины. То есть сначала, в случае принятия этого закона, сначала будет проводиться вот эта экспертиза. После этого религиозной организации будет, посмотрите дальше вот, выдаваться припись, что до усунения порушений, выявленных за результатами проведения религиознавчей экспертизы. У месячный строк с дня 100 выданя такого припису. И только в случае невыполнения этого предписания будет уже обращаться государство с иском в суд. И, соответственно, может быть прекращена деятельность той либо иной религиозной организации. Итак, подведем итог. Законом 83.71 не запрещается деятельность УПЦ МП. Законом предусматривается порядок, по которому любая религиозная организация может быть запрещена, если она, по сути, аффилирована либо подчиняется другой религиозной организации, которая находится в, соответственно, стране, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины. И то, для того, чтобы запретить такую организацию, сначала должна быть проведена экспертиза религиознавча. После этого такой религиозной организации выдается предписание об устранении этих нарушений. И только если в течение месяца такая общественная организация, религиозная, прошу прощения, не устранила эти предписания, тогда идет обращение в суд и уже по решению суда может быть запрещена деятельность соответствующей религиозной организации. То есть принятие такого закона не свидетельствует об автоматическом запрете какой-либо религиозной организации. У меня на этом все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, также подписывайтесь на Telegram канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока!